МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале Антенна 7. Я Денис Ионас. Смотрите сегодня. Дайте дорогу! Люди идут, падают и мучаются. Даже говорят, переломы были. Кто отвечает за придомовую территорию? Конфликтное поле. Уходили люди, еще раз говорю, которые с моей точки зрения не справлялись с работой. Кто в ответе за некультурную ситуацию? А также где у Северного драматического театра имени Ульянова в Омске появится свой филиал? Омичи жалуются на придомовые дороги. Из-за ям страдают и машины, и люди. Особенно тяжело приходится инвалидам. Кто должен ремонтировать дворы и стоит ли омичам ждать спецтехнику в этом или хотя бы в следующем году, выяснила Юлия Думанова. В этом дворе, похоже, удобно только птицам. Людям через ямы и лужи не перелететь, приходится маневрировать. Виталий Шель инвалид по зрению с детства. Говорит, путь в больницу или магазин как полоса препятствий. Добраться до пункта назначения через ямы без приключений не получается. Люди идут и падают, и мучаются. Даже говорят, переломы были у людей. Я весной тоже тут падал, скользко было, плюс лужи были. Приходится в сапогах ходить, в резиновых. Эту придомовую территорию ремонтировали 8 лет назад. Сейчас, чтобы обновить асфальт, у управляющей компании денег нет. Придомовые территории могут отремонтировать за счет средств, что собрали собственников за содержание жилья. Если за эту статью расходов проголосует большинство. Управляющие компании утверждают, бездорожье – выбор жильцов, которые посчитали, что им больше нужны новое освещение и пластиковые окна в подъездах. Что нам житель заказал, план работы на год, то мы и исполняем. Они – распределители финансов. Что нам указали сделать то, 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 то в рамках своих финансовых возможностей, то мы и делаем. Асфальт плох не только на окраинах, но и в центре. Эти дворы напротив остановки «Дом печати» местные жители давно прозвали кладбищем подвесок. Стойки поменял, поменял подшипник в ступице, все накладно. А что случилось? Где это вы так? В яму, заехал в яму. Вот элементарный пример, грыжи на колесе. Во дворах они ужасные дороги, их, наверное, не ремонтировали с момента того, как сделали эти дороги. Еще главные магистрали отремонтировали, да, ремонтируют и сейчас ремонт идет. Но дорожные, боковые дороги, которые во дворах, нет, их не ремонтируют. Может быть, когда-нибудь дойдет до них черед, остается нам только на это надеяться. В последний раз массово в Омске ремонтировали придомовые территории в 2011 году. Тогда за счет федеральных денег сделали 900 дворов и подъездов к ним. Сейчас общероссийских программ нет, нет денег и администрации. Как нам рассказали в мэрии, из-за дефицитного бюджета проекты по ремонту дворовых территорий пришлось закрыть. Вплоть до 2018 года. Софинансирование со стороны области тоже не ожидается. И двор приходил в негодность. Все разрыто было, страшно было посмотреть. В этом дворе по проспекту Культуры заменили асфальт. Взамен старых деревьев посадили березки и елки. Территория получила название «Аллея нефтяников». Денег, что жильцы домов платили за содержание, жилья на благоустройство территории не хватало. Поэтому сбросились по тысяче рублей с квартиры. А большую часть средств выделили спонсоры. Их нашла управляющая компания. С помощью такого софинансирования в городе в этом году отремонтировали 50 дворов. Решили, что без собственников мы не сможем этого сделать. Сначала мы сделали визуализацию, то есть показали, как это может быть, и предложили им. И они нас поддержали. Возможно, станет легче ходить по двору Виталию Шель. Управляющая компания «Жилищное хозяйство» в интервью нашей телекомпании пообещала хоть не обновить весь асфальт, но заделать крупные ямы. За свой счет. Юлия Думанова, Александр Филиппов, Антенна 7. Омским журналистам сегодня в очередной раз продемонстрировали, как теплоснабжающие организации тратят деньги, полученные от Амичей. Не секрет, что в тарифы на тепло заложена сумма на модернизацию оборудования и строительство новых сетей. Вот на эти средства сегодня строят насосную станцию на улице Королева. Репортаж Алла Аксенова и Сергея Гаврилова. Новую насосную станцию строит теплоснабжающая компания «Омскертейлс». Она нужна, чтобы доставлять тепло новостройкам на левом берегу и в советском округе. К подкачивающей станции подключат 25 высоток. Но запаса мощности хватит еще настолько же. Насосная станция строится для создания технической возможности присоединения вновь строящихся домов. Ну, если так сказать, это где-то порядка 35 домов. Объект уже готов на 70%. Сейчас рабочие соединяют элементы трубопровода. В основе станции 6 насосов. Их производительность будет выше, чем на других станциях, на 30%. Оборудование используют полностью российское. От зарубежного отказались из-за программы импортозамещения. Строительство идет в основном за счет собственных средств теплоснабжающей компании, а также за счет тарифных источников. Вместе с журналистами работу проследил председатель общественного совета Прирек Виктор Гаак. Они, как собственники, которые купили жилье, в своей доле за жилье, они заплатили деньги действительно на строительство этих объектов. И вот сегодня мы убеждаемся, что деньги, которые покупатели жилья заплатили, они на самом деле используются в том направлении, которое предназначено. Омск РТС в рамках инвест-программы запланировали построить и реконструировать в этом году 33 объекта. Насосная на Королево в числе наиболее значимых. Воду на новую насосную станцию будет подавать ТЭЦ-3. Для этого пришлось строить новый участок трубопровода Центрального Луча. Строительство подающего трубопровода тоже важный для Омска объект. К нему подключат не только насосную, но и 90 построенных зданий. В том числе два новых физкультурно-оздоровительных комплекса на Конево и Дианово. В общей сложности насосная станция и трубопровод обошлись компанией в 300 миллионов рублей. И это почти половина средств, которые рассчитали потратить на модернизацию сетей в этом году. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Сегодня в Омске, в Омском Тюзе стартовал 80-й театральный сезон. В юбилейный год и мечей ждут как уже полюбившиеся постановки, так и премьеры. Одна из них – спектакль-квест «Сталкер». Творческая труппа называет его спектаклем-лабиринтом. Бродить по нему лучше в удобной одежде и резиновых сапогах. С собой можно принести термосы и бутерброды. Рекомендации организаторы обещают повторить и на билетах, которые уже скоро появятся в продаже. Премьера состоится 7-8 октября. Зритель в этой истории отправляется вместе с героями в путешествие по зоне, в которую превращается, собственно, театр. То есть, самая зоня, которую когда-то сочинили Стругацкие в пикнике на обочине. Другое дело, что для меня и для нас с исправными артистами – это тоже такая история в общем и про творчество, и про мир художника, и во многом про театр. И поэтому в этой истории, мне кажется, очень скономерно, что вот этой самой зоны из большой буквы, в которую ведет сталкер героев и зрителей одновременно, это именно театр. И это путешествие именно по театру, по зданию, в котором, я думаю, зрители увидят много того, что они не видели никогда и никогда больше не увидят. Еще одна премьера на сцене ТЮЗа – «Ночь кино». Это четырехчасовая история о кино в театре и театре в кино. По словам труппы, проект совмещает развлечения и просвещение. Больше секретов худрук не раскрыл, пообещав, что будет интересно. Юбилейный сезон ТЮЗа начался со скандала. В суд с иском о восстановлении на работу обратились сразу два уволенных сотрудника. Всего, по словам ушедших, таких около сорока. Чистка началась с приходом нового руководства. Это худрук Владимир Золотарь и его супруга Екатерина Золотарь. По словам людей, убирают неугодных. В ответ на эти претензии сегодня начальство заявило, что ушли профнепригодные. В некультурной ситуации разбиралась Анастасия Лаврова. Добрый день. О, кто угодно? На пресс-конференцию по поводу открытия нового театрального сезона худрук ТЮЗа Владимир Золотарь пришел в приподнятом настроении. Подробно рассказывал о планах на будущее, много шутил. Выражение лица сильно изменилось после нашего неудобного вопроса. Мы хотели узнать, почему из театра массово бегут люди и почему это совпало с приходом к власти его семьи. Мне не очень интересно. Это раз. Во-вторых, я ведь не лукавя сказал, я не знаю, о чем вы. Потому что в театре три года идет совершенно нормальный, совершенно естественный процесс. Напомнить своему бывшему шефу о чем мы готова уже бывший помощник режиссера ТЮЗа Елена Сидорова. В общей сложности она прослужила в театре 25 лет. Говорит, что однажды на собрании, которое проводила супруга художественного руководителя Екатерина Золотарь, заступилась за актеров. И тут понеслось. За месяц в чистой трудовой появилось три выговора. Грозили уволить по статье. Пришлось покинуть родной театр, и она была не одна. Ушли отдел кадров, завхоза, заведующую литературной частью, секретарей. Всего около 40 человек. Екатерина Санна – человек, который вообще не знает нашего производства. Она не разбирается в этом, она ничего не понимает, она не знает. И она начала рубить головы. То есть все строилось на личной симпатии и антипатии. Понимаете, вот уволить Наташу Миленину – это я не знаю, как человек-ангел, который всю жизнь проработал, и который осталось вот столько до пенсии. Это просто бесчеловечно. Екатерина Золотарь сегодня ответила на заявление про массовые увольнения. Цифра в 40 человек была удивлена. Добавила, что за лето стены ТЮЗа покинули двое. Штат укомплектован, проблем с кадрами нет. А вот у начальства проблемы появились. Приходится долго и неприятно отчитываться за то, чего не было. С одним товарищем, после того, как он не прошел испытательный срок, и мы составили разговор о том, что нас не устраивает ваша работа, потому что вы не сделали то-то-то в приватной беседе, естественно, без журналистов, без камеры и так далее. Человек совершенно открыто мне сказал, я пришел в бюджетное учреждение, я получу здесь все, что хочу, и вы мне ничего не сделаете. А вы будете за все отвечать. Я буду говорить все, что угодно, и вы будете вынуждены отвечать. Вот мы этим и занимаемся. Все намного проще, уверен худрук Тюза Золотарь. Пришло новое руководство, поставило новые задачи. Тот, кто не справился, до свидания. Ничего личного, профнепригодность, другими словами. Основной костяк-то сохранили. Сбоя в работе из-за массовых увольнений не было. Ситуация пустой звук, который в день старта юбилейного сезона, неуместен. Уходили люди, еще раз говорю, которые с моей точки зрения не справлялись с работой. Я не хочу действительно, понимаете, влезать сейчас в нашу внутри. Я привел пример про краску для дела маркетинга. Могу привести еще пример. Кадровая служба менялась, а ВОЗ оставался и ныне там, и личный. И пока мы не сменили полностью кадровую службу в театре, не потому что, как вы говорите, она была неугодна. А потому что личные дела работников, в том числе здесь присутствующих, с 70-х годов не велись или велись приблизительно. Точку в этой некультурной истории, как ни странно, пообещала поставить Министерство культуры. Оно проводит внутреннюю служебную проверку. Правда, ее результаты оказались пока закрыты. Нас попросили написать официальный запрос. Отправляем и ждем. Анастасия Лаврова, Сергей Гаврилов, Антенна Сень. А вот у Северного драматического театра имени Михаила Ульянова в Омске появится свой филиал. Так его называют сами актеры. Коллектив часто приезжает на гастроли, но постоянного места выступлений не было. Теперь главной городской сценой станет площадка Рубина. Во Дворце культуры размещена и сцена, которая готова к профессиональным постановкам. А сегодня ее использовали как площадку для награждения участников юбилея города. Площадку, на которой сейчас выступают детские коллективы, скоро займут актеры Северного драматического театра. Для них это отличная возможность, так как сцена в Дворце культуры профессиональная. Хорошая акустика и освещение. Только зал больше, чем дом автари на 700 мест. К тому же на сцене есть так называемый поворотный круг. В театре он нужен для перемещения декораций во время спектакля. Технические возможности этого киноконцертного зала позволяют нам осуществлять прокат практически всех наших спектаклей. И сейчас мы как раз заняты подготовкой репертуара. Ориентировочно 18 ноября мы откроем эту сцену. Свою, как бы теперь постоянную, можно сказать, свой филиал. Северный драматический театр имени Михаила Ульянова по своему расположению считается провинциальным, но знают о нем во всей России. Маленькая Тру поставит огромное количество премьер. Зрители в Таре по много раз пересматривают любимые спектакли, но артисты каждый сезон стараются практически обновить для них репертуар. Часто коллектив приезжает на гастроли в Омск. До этого выступали в Доме актера и театре «Орликин». Сейчас появилась возможность открыть постоянную сценическую площадку в ДК «Рубин» в восстановленном компанией АСК. У нас здесь хороший театрально-концертный зал, почти на 700 мест. И мы сохранили здесь сцену, она такая вращающая сцена, оснащение у нее театральное. Поэтому мы предоставляем возможность Тарскому северному драмтеатру имени Ульянова здесь размещаться на городской Омской площадке. Я думаю, что это будет для них очень удобно и для мячей. Кроме Тарского драмтеатра у нас здесь другие коллективы хорошие в Омской области будут появляться. Дворец культуры «Рубин» становится все более заметным местом в жизни Омска. Сегодня сюда пришли авторы и участники событий юбилейного дня города. К ним обратился мэр. Этот год у нас особый, знаменательный, этот год 300-летия. И мы недавно провели праздник, он прошел у нас на высоком уровне. Мы собрались сегодня для того, чтобы подвести некоторые итоги. Благодарственные письма мэра вручили 80 руководителям и специалистам бизнес-структур, учреждений культуры, общественных организаций, средств массовой информации, правоохранительных органов и представителей власти. В их числе и награда в адрес телерадиокомпании «Антенна-7», признательность за участие в организации мероприятий, посвященных 300-летию Омска. Вячеслав Двораковский пожелал, чтобы город одной судьбы, двух рек и трех веков вдохновлял горожан на интересные проекты и масштабные планы. Светлана Урванцева, Евгений Непанов, Артем Колесников, «Антенна-7». И еще о культуре. Сегодня в Омске увековечили память Андрея Туполева. В 20-е годы под его руководством было создано более 100 типовых военных и гражданских самолетов. История бомбардировщика Ту-2 началась в Омске, куда в 1941 году эвакуировали инженера Туполева вместе с конструкторским бюро. В народе оно получило название «Туполевской шараги». На открытии мемориала побывала Ксения Бессараб. Будущий инженер-конструктор Геннадий Сальников здесь оказался не случайно. В этом году он стал учеником ракетно-космического класса. Авиамоделизм для юноши не просто увлечение. За четыре года он спроектировал три трехметровых беспилотника. Уже собственные летательные аппараты, которые летают на большие расстояния. Ну, как сейчас модно говорить, беспилотники. По сути, авиамоделизм – это тот же самый самолет, только в меньшем масштабе. У меня захватывает сам полет. Это не наземная техника. В авиации нет мелочей, как говорил Туполев. О мечам Туполев известен как авиаконструктор. В 1937 году прошлого века Туполева обвинили во вредительстве и шпионаже. Он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. А уже в 1941-м освободили досрочно и эвакуировали в Омск. Здесь он работал на самолетостроительном заводе номер 166. Ныне это завод «Полет». Здесь проектировщик и создал легендарный военный бомбардировщик Ту-2. Во время войны таких самолетов выпустили 800. Из них 750 попали на фронт. Целых два года инженер Туполев провел в Омске. Первый подъезд 33-го дома на улице Карла Маркса. Именно здесь 75 лет назад и жил Андрей Туполев. Елена Калачко, рассказывая о Туполеве, не скрывает слез. Лично его женщина не знала. Только по воспоминаниям ветеранов. Он вот так рьяно ходил по каждому рабочему месту. К каждому рабочему. Вот те рабочие, которые с ним работали, их уже нет никого. К сожалению. Они, конечно, могли бы сказать больше. Но он был такой же голодный, такой же плохо одетый, как и все остальные в то время. И тем более, что он после тюрьмы. Комитет государственной безопасности тогда очень следили. И за ним всегда ходил какой-то человек, при котором он не мог сказать что-то лишнее. Историческую справедливость восстановили. Но еще остались сотни имен, связанных с городом. Сегодня забытых. Ксения Бесарап, Александр Филиппов, Антенна-7. На сегодня это все новости добавлю лишь, что о МИЧИ спросили о своей будущей пенсии у одного из лидеров партии «Роста» Дмитрия Потапинка. Политик приехал в Омск на один день поддержать соратников по партии. О деловом разговоре Потапинка и горожан в нашем материале. Термяжная правда о продуктах питания дорожают. Покупателям все труднее объяснить. Продавец на них не наживается. Сегодня и ему самому приходится тяжело. Это общая тема как для крупного бизнесмена Дмитрия Потапинка, так и для предпринимателя первомайского рынка Омска Галины Куманяевой. Он задел все мои больные вопросы, больные темы. Это что является моей работой и в конечном итоге моей пенсией, которую он сказал, что я в конечном итоге даже на хлеб не намажу. Дмитрий Потапинка ведет бизнес в России более 20 лет. Сегодня от партии «Роста» он хочет попасть в Государственную думу седьмого созыва. Идет, чтобы строить альтернативную экономику. Нынешнее ее состояние Потапинка сравнивает с человеком, которому оторвало ноги. Но власть делает вид, что ранен только палец. За что эти женщины платят сейчас так называемый пенсионный фонд? Пенсионный фонд, которым наш любимый премьер признается, дыра в один триллион. Вот ни у них, они приблизительно моего возраста. Ни у них, ни у меня не будет пенсии. Сегодня у нас изымают пенсионные накопления, наши пенсионные накопления, и выливают бабушкам. Простите, а им в 30-м году со мной как? Мы вместе пойдем побираться или по отдельности? Потому что у нас пенсии не будет, нам дадут все баллами какими-то. Собеседники Потапинка признались, что пойдут на выборы 18 сентября. Говорят, есть кого поддержать. Алла Аксенова, Александр Филиппов, «Антенна-7». Известный стройками и делом, он депутат, активный, смелый. Украсил он город делами своими. И здесь справедливо стоит его имя. Валерий Кокорин. Это конкретные люди, за плечами которых огромный опыт. Это молодое поколение, которое хочет жить и работать в этой стране. Которые готовы реально изменить ситуацию. Это российская партия пенсионеров. За справедливость. Здорово, что в жизни вообще встречаются люди, которые всегда ждут такого момента, когда кому-то помочь. Вот я думаю, что мы встретились с таким человеком. Я благодарна очень ему за то, что он откликнулся, что он помог, что он подумал, сделал шаги. Уважаемый пенсионер, 20 лет тебя кормят обещаниями. Но твои просьбы остаются неудовлетворёнными. Сегодня я вынужден обратиться к тебе. Проголосуй за свою партию, которая будет заботиться и помогать тебе. Пенсионер, голосуй за свою партию, за свои интересы. В списке номер 3. Если горло заболело, если скрючило хондроз, если кашель вас замучил, ой, заложено. Если скушали не то, и желудку нелегко. Если колоба болит, угрожать, что мотит. Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу. Если вирусом в актае, не хотите представить. Всё, что нужно, подберу я в аптеке.ру. Для кого-то просто брёвна. Для нас реализация мечты. Кому-то проще смириться. Мы стремимся к лучшему. Для кого-то высоко. Для нас рукой подать. Кто-то говорит сложно. Мы говорим с лёгкостью. Кредит 15% годовых в Банке Восточный. Банк Восточный. Банк с нашим характером. Прими участие в открытом городском турнире по мини-футболу на Кубок компании Сан-НБФ. 17 и 18 сентября все любительские команды города встретятся на площадках спортивного комплекса «Красная звезда». Торжественное открытие 17 сентября в 13 часов. Редактор субтитров А.Семкин